Добрый день, дорогие читатели про Владимира и зрители про Владимира. Сегодня у нас очередное интервью, и наш гость, не побоюсь этого слова, легендарный Владимирский журналист, легендарный председатель Союза журналистов Владимир Сколос, по крайней мере, сколько я себя помню, я человек всю жизнь был председателем Союза журналистов, а я уже вроде не первый год работы, Александр Арнольдович Крапилович. — Здравствуйте всем. — Кстати говоря, мы же правдивые люди. Добрый вечер. Вообще-то добрый вечер. — Мы записываемся в подний вечер, потому что у Александра Арнольдовича много дел. У нас тоже много дел, но не так, как у него. Поэтому только вечером и только замучив нашего монтажера ожидания. Так вот, Александр Арнольдович по основной своей деятельности последние лет эдак 7-8 трудится официальным выступающим... — Шесть небольшим, при этом и пить, кстати. — Чаем и кофе еще никогда. — А, кружка-то, кружка. Посмотрите, какая кружка. — Александр Арнольдович работает, трудится на благо города Владимира, естественно. — Я пытаюсь. Иногда не получается, но я очень стараюсь. — И работает, прямо так скажем, пресс-секретарем администрации. — Да нет. Мы же чиновники. Мы же казуисты. Начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации. Да, администрации города Владимира. Да, все так. — А если по-простому, то пресс-секретарем Шохина. Ну, вот так вот, чтобы совсем по-простому и не очень формально. — Надо совсем по-простому, потому что функционал, он несколько иной. — Поэтому давайте мы прямо вот начнем с самого простого. И я вот вас спрошу. Вот недавно было такое важное мероприятие, Александр Арнольдович, как публичное слушание по генплану города Владимира, которое собрало много... Несколько сотен жителей. — Да. Зал городского дворца культуры был заполнен, ну, почти. — На две трети. На две трети, да, так скажем. И на нем почему-то вот не было Шохина, не было Ольги Александреевы, которая, как она сама говорила, у нее все-таки много важных мероприятий. Вот она на них на все всегда ходит, отрабатывает, так сказать, свою зарплату. Но почему-то вот это важное мероприятие первые лица города не посетили. — Ну, насчет Ольги Александровны Деевой, глубоко мою уважаемой главы города Владимира, я сказать ничего не могу по одной простой причине. Но она сама выставляет... — Потому что вы пресс-секретарь Шохина. — Потому что она сама определяет приоритеты своей работы. Я, знаете, не убежден, что она отдала предпочтение какому-то другому мероприятию, как она у нас любит говорить, в этот вечер. Что касается Андрея Шохина, я вам могу сказать. Во-первых, Андрей Шохин был в отъезде на всякий случай. А во-вторых, ему было очень важно, чтобы его авторитет не давлел над некоторыми участниками публичных слушаний. И поэтому он делегировал, что абсолютно справедливо, эти полномочия, во-первых, своему вице-мэру, который курирует вопросы строительства Сергея Сосуев, и главному архитектору города Андрея Быкова. Ну, плюс, естественно, были проектировщики. — Ну, я немножко застал это мероприятие, и вот мы написали несколько текстов про него. И сложно было заметить то, как простые жители города Владимира, сложно представить, что там кроме них, собственно, кто-то был, журналистов, ну, и чиновников, конечно, немного. Простые жители города Владимира очень негативно отнеслись к тому, что было на генплане. К некоторым отчастям люди не понимали, почему рядом с ними, с их домами, внезапно вместо зеленых зон, например, выстраиваются какие-то очередные многоэтажки, продолжается история с точечной застройкой и так далее. И чиновники, в общем-то, не особенно стремились им ответить. То есть, я вот сидел в первом ряду некоторое время и просто смотрел, как Сергей Сосуев, вице-мэру, заместитель главы администрации города. — Глава администрации, да, курирующий вопрос строительства. — Он просто сидел вот так вот, очередной житель города, прямо, скажем так, ну, поносил администрацию его персонально практически, а Сергей Сосуев просто вот сидел вот так и ждал, когда уже вот это все закончится, когда он будет перестанет отбывать номер. — Сергей Александрович Сосуев — это человек очень корректный, человеку свойственно соблюдать кодекс этики муниципального служащего. И, естественно, в ответ на, может быть, такие яркие, так скажем, реплики, эмоциональные, излишне эмоциональные, любой житель имеет право на эмоции, безусловно. Мы с вами имеем право на эмоции, чего же там говорить. — В рамках законодательства российской комиссии. Сергей Сосуев, он стоически выдержал, вот как вы говорите, этот номер, то есть отбыл, да, для того, чтобы потом абсолютно спокойно, корректно постараться ответить. Но давайте не забывать одну простую вещь. Дело в том, что проектировщики появились в городе Владимире, из города Москвы, кстати говоря, не просто так, а в результате, открытого, публичного конкурса. Туда мог заявиться любой. Хоть, не знаю кто, какой-нибудь Корбюзье, условно говоря, но, кстати, из могилы и заявиться тоже. Таковы правила. — Сложно-сложно-сложно-шутка. — Ну, я говорю о том, что происходит. По сути, что такое так называемый 44-й федеральный закон о госзакупках? Да, это игра в кошки-мышки, я прошу прощения, у федерального законодателя. Кто заявится на конкурс? Каким образом он сможет обеспечить потом исполнение работы? Вот это уже, конечно, ну, это большая проблема. И мы иногда обжигаемся. Ничего не хочу сказать плохого ни в коем случае. Я, в конце концов, не профессионал в сфере архитектуры, градостроительства и т.д. и т.п. Да, известный московский институт с очень хорошей биографией. Там бэкграунд ого-го. Много чего они сделали. История там насчитывает не одно десятилетие. Да, вот они победили на этом открытом конкурсе. Смогли победить кто-то другой. Ну, они были признаны победителем. Ну, и что в результате? В результате, конечно, возникают вопросы незнания каких-то нюансов города Владимира. Ну, это же понятно. Поэтому мы проводим публичные слушания для того, чтобы в абсолютно открытом формате представить жителям города Владимира, в том числе и те проблемы, с которыми столкнулись проектировщики. Вот и все. Нет, ну, почему у нас возникает точечная застройка в городе Владимире? Она возникала в нулевые при Рыбакове. Она возникала много когда, и сейчас она продолжает возникать. А насчет сейчас, давайте, с 1 января 2018 года, не мне вам, просвещенному парню, рассказывать, полномочия практически все в градостроительной сфере переданы на уровень субъекта федерации. А именно наших уважаемых партнеров в администрации Владимирской области. То есть, в свое время, это было в прошлом году, они решили, что, видимо, им сподручнее будет наводить порядок на стройке города Владимира. Ну, что, решили? Решили. Они проголосовали за этот закон. Градостроительная полномочия, а по-русски говоря, это разрешение на строительство, ввод многоэтажных жилых и не только жилых домов и прочее. Они взяли на себя. И мы имеем то, что имеем. В департаменте строительства и архитектуры, так на всякий случай, работают высокие профессионалы. И там знаю ряд людей, которые раньше работали, которые сейчас там остались. Хорошие профессиональные люди. Ну, как появляется, например, на улице Чайковского, на маленьком пятачке, среди двухэтажной, малоэтажной, то бишь застройки, десятиэтажная громадина. Разрешение, кстати, выдано. Стройка уже началась. Которая, как мне говорят профессионалы, просто визуально задавит. И камерный храм, Казанскую церковь, расположенную в этом скромном сквере, и нависнет над вечным огнем с площадью Победы. Ну, как такое можно было допустить? Это загадка для многих экспертов в сфере градостроительной деятельности. Они хватаются за голову, они ужасаются. Так, хорошо. Администрация города Владимир к этому не имеет никакого отношения. Тем не менее, администрация города Владимир... И я думаю, Шохин бы никогда бы не занес, я фигурально выражаюсь, свою ручку, далеко не золотым, а самым обычным пером, чтобы подписать такое разрешение на строительство, потому что он любит город и знает его. Так, но тем не менее, администрация города Владимир при Андрея Шохине согласовала десятки домов, которые... Ну, где десятки? Давайте называйте адреса. Что значит? Десятки. Если вы мне говорите о примерах так называемого развития застроенной территории... Ну, возьмем Полина Осипенко, Фегина, вот этот курс. Там действительно стояли двухэтажные бараки, в которых жить было невозможно. Уж поверьте. Они сейчас там живут. Ха, минуточку. Через дорогу. Если вы заметили, да, что мы частично, частями степ-бай-степ, шаг за шагом в рамках развития застроенных территорий... Вот есть такой термин, да, у профессионалов. Бараки сносятся, застройщик получает разрешение на строительство, и либо выплачивает компенсации жителям тех самых бараков, либо предоставляет им жилье, и, между прочим, не метр в метр, как требует того законодательства, а больше. Ну, условно говоря, если семья там занимала, там, комнату в коммунальной квартире, там, проще 22 классных метра, да, ну, сейчас практически нет таких квартир, не строят, ну, соответственно, получают, там, как минимум, однушку за 30 квадратов. Хоча проблем. Кому-то не хочется вообще, там, может быть, уезжать из этого микрорайона. Ну, привыкли люди. Испокон веку. Там бы со многими еще детьми бегали, да? Ну, если такие случаи, там, пытаются договариваться, и мы, как администрация, пытаемся где-то решить, нет ни одного человека, которого можно было бы назвать в администрации города Владимира врагом народа. Ни одного. Все хотят как лучше. Но иногда случается, ну, правда, иногда случается у каких-то моих коллег, да и у меня тоже, там, признаки профессионального выгорания. Ну, правда, иногда так бывает, но мы стараемся восстановиться. Шедевральная фраза, Александр Анатольевич, за что люблю. Вы просто, дорогие зрители, понимаете, Александр Крапилович – это тот человек, с которым владимирские журналисты практически в ежедневном формате работают, взаимодействуют, пытаются с него узнать какую-то информацию. Как вы могли заметить, переговорить, Александр Анатольевич, невозможно. Да причем есть переговорить. Вот, между прочим, я пью из кружки «Стар Ворс», да, господин Вейдер тут, это же кружка супер-златоуста, человека, обаяние которого попал в том числе и я, надеюсь, кстати, Дим, и вы, Михаил Юрьевич Колков. Вот уж кто был златоуст. Вице-губернатор до недавания времени по социальной политике. Хорошо. Продолжим все-таки тему Андрея Станиславовича и Ольги Александровны. Недавно... Тандем. Очень удачный тандем. Дополняющий друг друга, но не забывающий о принципе разделения властей. Ольга Александровна, это законодательная власть, представитель городского совета, тире глава города Владимира. Но Андрея Станиславович, это человек, решающий все реальные вопросы, руководитель исполнительной власти. Это нормально, так положено. Конституция Российской Федерации, законодательство... Человек, решающий все реальные вопросы, наконец-то мы это услышали. Абсолютно верно. Так и положено. Исполнительность должна решать. А законодательная указывать. У нас уже пекрики не начинаются. Я теперь задам вопрос, а вы потом ответьте. Я знаю, что вы заранее знаете ответы на все вопросы. Я не знаю, кстати, ни одного вашего вопроса. Недавно Андрей Станиславович Шохин на неком каком-то там публичном мероприятии... Я пью, я могу пить чай. Да, конечно, это же просто чай. На неком публичном мероприятии выступил с заявлением о том, что он очень уважает Ольгу Дееву, свою коллегу. И тем не менее, он считает, что вот эта вот система, где двоевластие, она все-таки лишняя и хорошо бы сосредоточить все в одних руках. И он сказал, что должна быть система, где есть глава администрации, и где есть председатель горсовета, а никак не глава города. И что, в общем-то, председатель горсовета должен работать в горсовете, и нигде, я так понимаю, все-таки не светиться. И вся власть, все вот эти реальные полномочия, как вы сказали, должны сосредоточиться в одних руках. Нет, полномочия разные. Они и там, и там реальные. Просто исполнительная власть должна решать. А многоуважаемая законодательная разрабатывать правотворческую базу. Просто сейчас Владимир сложился... Заниматься нормотворчеством, это нормально. Такая ситуация, что не граждане, иногда даже сами чиновники не понимают, кто за что отвечает. Абсолютно все и все понимают. Еще раз повторяю. Ольга Александровна, и, кстати, Шокин не лукавил ни разу, когда говорил о своем к ней уважении. Потому, что она действительно достойна уважения человека. Я, кстати говоря, наблюдал режим ее работы. И количество документов, которые она вынуждена... Работа у нее такая пропускать через сердце, через свое дамское. Это не просто, извините. То, что этот человек работает по совести. Другая история, что когда далеко не Андрей Шокин один. Он тут не в одиночестве. Масса людей, в том числе экспертов в сфере муниципального управления, говорят. Не нужна система двоевластия. Потому, что... Не то, чтобы она не дезориентирует. Ну, это просто некий атовизм, я бы даже сказал. Шокин говорит. Ну, да, окей. Пожалуй, я с этим согласен. Подождите. Я вот работаю с 2011 года. Как раз в то время, когда эту систему вводились. И я помню, что тогда вот тот же самый Андрей Шокин и его коллега Сергей Сахаров... Причем где? Где цитата? Где? Ну, коллега Сергей Сахаров. Ну, что же мы будем Сергея Владимировича Сахарова сейчас обсуждать? Нет, мы и будем обсуждать. Я просто скажу о том... Конечно. Это нужно еще пригласить, и он скажет. Да, говорил он этого, не говорил. Гениальный человек. Не, ну, правда, правда. Он гениальный Сергей Владимирович. Я право. Не надо, не надо, не надо, не надо. Так вот, можно я договорюсь все-таки с тем, что... Люди могли в конце концов... Я сейчас не называю фамилии, заметьте, ни Шокина, ни Сахарова, ни Деевой. Они могли там в конце концов заблуждаться. Понимаете? Я не говорю, что Шокин заблуждался или Сахаров заблуждался. Я просто не помню, честно говоря, позицию, которую они тогда высказывали. Ну, что? Ну, потом практика показала, что это решение ошибочное. Какие проблемы? Практика. Понимаете? Все проверяется практикой. Не надо теоретизировать. Были теоретики, которые говорили, да, двуглавая система – это оптимальный вариант. Практика показала, что не всегда так. Хорошо. Вы ответили, как обычно, на мой вопрос до того, как я его задал. Мы тогда на этом... Я прошу прощения. На этом... Нет. Вы делаете за меня мою работу. Мне все нравится. Спасибо. Тогда давайте к более таким приземленным и практичным вопросам. Вот мы сейчас ехали сюда все с вами, в эту студию. Как вам Владимирские дороги? Ну, мы не попали с вами ни в одну колдобину. Их просто нет. Это не значит, что их нет везде. Там масса проблем в дворовых территориях. Внутриквартальные дороги. Мы все это знаем. И год от года мы стараемся приводить дороги в нормативный состояние. Но есть, конечно, проблемы. Что же я, с закрытыми глазами, что ли, хожу? Да. Давайте вот сейчас кратко такой вот экскурс по владимирским проблемам по версии жителей города Владимира Александра Карпиловича. Какие вообще проблемы-то в городе есть или нет? Вагон и большая-большая телега. Полно проблем. Полно проблем. Но вот одна из самых острых, как ни странно, это градостроительная тема. Она, тем более, на днях будет обсуждаться. Насколько мне известно, я уж не знаю, устоит это в повестке дня в законодательном собрании Владимирской области. Опять же, прислушиваясь к профессионалам высокого класса, я-то скромный человек. Серега за строительство. Я слышу от них, они говорят, это была грандиозная ошибка. Необходимо возвращать эти полномочия на уровне города. Потому что вообще странно, когда муниципалитет, отвечающий по сути за все, что происходит на территории муниципального образования города Владимир. Иногда встречают некие сюрпризы. Ладно, бог с ним. Мы просто не знаем, что вообще появится в городе завтра. А потому что выдано разрешение на строительство кое-где, кое-кем. Профессионалами из департамента строительства. Безусловно. И для нас это не всегда просто. Какие еще проблемы есть у нас все-таки? Бюджет. Денег мало. Денег нет, но вы держитесь. Мы держимся. Ну, знаете, не раз, не два уже говорили о том, что по бюджетной обеспеченности город Владимир, как областная столица, город-домар на всякий случай, мог бы жить и получше. Но это зависит, к сожалению, не от нас. Это зависит от власти следующего этажа. И мы надеемся, областные законодатели когда-нибудь начнут рассматривать эту тему тоже. Там, условно, из 30 миллиардов, которые собирает город Владимир, у нас остается консолидировано из разных источников порядка 5-6. Ну, нормально, да? Нет, это же федеральная тема, в общем-то. Да тема, конечно. Я тебе говорю, это уже другие этажи, безусловно. Но, тем не менее, эта тема достаточно острая, потому что Владимир, он, наверное, достоин лучшей бюджетной обеспеченности. Нет, но денег не всегда будет не хватать. Денег всегда будет не хватать, конечно. Ну, это нормально. Держимся, как можем. Просто хотелось бы сделать очень многое, уж поверьте. А получается не всегда. Успокоим. То есть, все обязательства будут выполнены у нас? Все социальные обязательства в рамках полномочий муниципалитета будут выполнены на 100%. А может и больше. Кто знает? Может быть, в конце концов завершаться кризисное явление. И мы, наконец, с вами ощутим прелести профицитного бюджета. Попрем. Как говорила... Одна бабушка сказала однажды, что поперла. Вот у нас, может, тоже попрет. Люди много чего говорят. Но денег не хватает. Их катастрофически не хватает. Я вам расскажу одну простую историю. Вы, кстати говоря, Дима, были свидетелем этой истории. Тут на одном из юбилейных собраний Федерального Российского союза журналистов. Приезжали всякие уважаемые люди, посаженные гости. И один из них, я не буду скрывать, это был мэр города Москвы Сергей Собянин. Да, взял и вручил вот так просто председателю Федерального союза журналистов в красивой рамочке грант на сумму 300 миллионов рублей для того, чтобы Союз журналистов смог наконец отремонтировать легендарный Центральный дом журналистов. Вот вам, пожалуйста, масштабы Москвы. Мы же с вами реалисты. Мы же ходим здесь по земле, по Владимирскому. Мы понимаем, что такого быть не может в Владимире. Ну, по определению. Потому, что не может быть никогда. Поэтому, извините, по одежке протягиваем ножки. Александр Ильич, давайте коротко, прям вот совсем коротко, вот какие у нас масштабные какие-то строительные, парковые, какие-то улучшения ждут город Владимир в следующем году? Были какие-то грандиозные проекты реконструкции? Только сегодня мы принимали решение о скором завершении открытого публичного голосования на сайте Владимирсити.ру. Это официальный портал администрации города Владимир и городского совета. Это голосование жителей за или против проекта реконструкции парка Добросельский. Да, ну, это самая главная зеленая зона восточного района. Очень давно мы подступались к этой теме. Опять же, делали все шаг за шагом. Сначала, если вы помните, навели более-менее порядок в парке Дружба. Затем сделали, ну, как мне представляется, это не моя оценка, кстати, оценка жителей, достаточно хорошую реконструкцию в Центральном городском парке, да. А сейчас вот настал черед парка Добросельский. Проект разработан. Мы обнародовали его для широкого обсуждения. Там за сколько? Две или три недели, я не помню. Ну, условно говоря, около месяца. Проголосовало почти 8 тысяч жителей. Кстати, мнения разделились. 63% это постоянно на час назад. Одобрили эту реконструкцию. Около 30, чуть побольше, нашли какие-то изъяны. Это тоже нормально. Проектировщики должны их доработать, исправить, унести какие-то свои предложения. И лишь 20 человек, а это ноль. Это, в принципе, статистическая погрешность. Сказали, да нам все равно. Ну, вот парк Добросельский. Это одна из очень интересных тем. Все равно сказали те люди, которые не проголосовали просто. Нет, они не могли так сказать. Потому, что там каждая кнопочка активирована. Надо обязательно нажать. Причем, один компьютер, один IP-адрес, один голос. Вот так. Все по-честному. Все по-честному. Хорошо. Александр Ильич, вот вы говорили про администрацию области. Недавно тут были выборы. Партнеры. Великолепные люди. Профессионалы высочайшего класса. Как раз про великолепных партнеров и их предшественников я хотел спросить. Вот вы с 2011 года в общественном пространстве защищаете интересы администрации города? В общем, соответственно, я, может быть, с 2001 года защищаю интересы. Ну, я имею в виду официально. С 2012. Будем точно. С 2012, да. Простите. С 2012 года вы защищаете интересы города Владимира? 2012, чтобы никто ничего не подумал. Представляете интересы Андрея Шохина? Защищаете его позицию, да, публично? Ну, я не защищаю его позицию. Он не нуждается в защите. Я иногда объясняю просто некоторые решения городских властей, которые нуждаются в какой-то расшифровке. Это же нормально. А предлагали ли вам в 2013 году, когда Светлана Орлова появилась во власти, помогать расшифровывать ее из речения? И предлагали ли вам то же самое делать в 2018 году, когда к власти пришел губернатор Сипягин? Ну, я не вправе брать на себе такой непосильный труд, как расшифровку фразеологизма, допустим, Светланы Юрьевны. Да, это, ну, во-первых, это филолог, это человек высокообразованный, она кандидат, кстати, наук на всякий случай, да? Или доктор, я прошу прощения, я не помню. Ну, правда же. Я знаю, что я работал учителем русского языка и написал с праздником без Д. Больше я ничего не знаю, кто ее русский язык. Человек описался, господи, ну, это же элементарно, мы с вами сейчас допускаем какие-то стилистические оговорки, ну, может быть, даже не бредность, и приносим извинения. Мы даже не кандидаты наук, по крайней мере я. И приносим извинения у уважаемых там зрителей вашего стрима, я не об этом, я говорю о том, что я привык взваливать на свои хрупкие плечи посильные ноши, понимаете, которые я могу выполнить, ну, хоть с какой-то степень эффективности. Ну, я просто недостоин, наверняка, там, был бы работа в команде Светланы Юрьевны, ну, зачем? Нет, вопрос был, предлагали ли вам, а не то по силам ли вам. Слушайте, что мне только в жизни не предлагали? Ну, что, на каждое предложение, это вы знаете, автомобиль выезжает. Целых пять лет пришлось ждать вопроса. С заворота автосалона тут же на 30% становится дешевле. Невеста выходит из дверей ЗАГСа. Ой, не надо, вы сейчас не надо. Понимаете? И тоже она уже теряет для многих интерес. Знаете, что тут все предложения, что ли, рассматривать серьезно? Ну, а о чем? Давайте лучше чая. Вы не хотели понижать свою стоимость. Давайте чая. Давайте чая. Ничокайся, я понял. Почему ничего кайся-то? Ну, хотя чаем не чокаются, конечно, что за глупость. Вкусный чай, кстати, хороший. Я уже позабыл свой вопрос, на самом деле. Александр Нович, я понял, что вы не согласились бы на эту работу. Вот, а жаль. Еще раз говорю, надо просто принимать решения, как сказать, адекватные. Просто лично я считаю, что если бы у Светланы Юрьевны были бы не те люди, которые... Светлана Юрьевна, кстати... Можно я все-таки договорюсь? Ну, что вы меня каждый раз третируете? Нет, я просто хочу сказать, что к Крите Шляхова я отношусь к симпатии, несмотря на то, что... Я не называл ни одной фамилии, даже не успел. Нет, а я скажу, к великому сожалению, допускала не самые удачные реплики в отношении журналистов и журналистского сообщества. Информационные функции могут исходить. И вот тут уж, я не буду кривить душой, мне это было крайне неприятно, и мы с ней эту тему обсуждали, между прочим, и не раз. Но на самом деле она была, ну, по-хорошему, преданной профессии человек, но оказалась в тех самых журналах, в которых, наверное, не каждому хотелось бы оказываться. Ну, раз уж вы подняли эту тему, вы мне расскажите, как председатель Совета журналистов Владимирской области. Вот вы наверняка читали это интервью, которое Игорь Ефремов взял у Риты Борисовны Шляховой, где она сказала, что ей там все пили вот ей там лезть и так далее. Ей-то кому? Светлане Юрьевне. Светлане Юрьевне. Ну, возможно, я не знаю. Рита Борисовна рассказала о том, что было совершено много ошибок, что лозунг «Меняемся к лучшему» был изначально провальным, что вокруг Орловой собрались люди, которые все время ей льстили. Светлана Орлова все это верила, она сама создавала вокруг себя мифы и, собственно, поэтому проиграла, потому что не знала реальную картину, а еще пиарщики, которые приехали из Москвы, решили похалтурить и сами верили, что она выиграет, и поэтому Орлова проиграла. Никто ничего на самом деле не делал. Так вот, вы как опытный журналист, как представитель союз журналистов, как человек... Как заскорузлый чиновник. Как заскорузлый чиновник, который выполнял аналогичные функции сейчас выполняет, как она выполняла, Риты Шляхова выполняла для Светланы Юрьевны. Как вы думаете, вот Рите Шляховой даже не так стоило или не стоило ей давать интервью, стоило ей говорить вот эти вот все вещи или нет? Ну, Рита Борисовна Шляхова человек абсолютно самостоятельный. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Это раз. Во-вторых, наверняка многим было интересно прочитать эти своего рода мемуары, если можно так выразиться. Тем более, все по горячим следам. Если она приняла такое решение, значит, она приняла именно такое решение. В конце концов, человек, может быть, хотел в том числе и объясниться, и объяснить представителям и журналистского сообщества, в частности, что на самом деле происходило. Потому, что я совершенно ее за это не осуждаю. Почему? Зачем? В конце концов, это кому-то могло показаться интересным. Чтение. Чтение было очень интересным и познавательным, на самом деле. Игорь Ефремов, кстати говоря, респект ему, он совершил по большому счету... Маленький журналистский подвиг. Да это не журналистский подвиг. Но, во всяком случае, это можно назвать удачей. Редакторской удачей. Хорошо. Тогда... Я открыл завесу. Да. Для кого-то. Тогда я, наверное, перейду к последней теме. Опять постараюсь плавно, раз уж мы опять заговорили про союз журналистов. Вы с какого года возглавляете союз? С 1996-го. Страшно сказать. Вот мне было 5 лет, а вы уже возглавляли союз журналистов. Главное, что вы уже были. Да. А последние годы люди не понимают, существует ли союз журналистов. То есть, выполняет ли он какие-то функции. То есть, я лично знаю, я слышал много хорошего о том, что вы помогаете ветеранам журналистики. Вы для них... Как-то оказываете им там поддержку. Ну, вот такие вот вещи разные. Это очень правильно и понятно. Но все-таки про текущую работу, которую должен, наверное, выполнять союз. Вы не задаете абсолютно справедливые вопросы. Речь идет о том, что ее не видно. Не то, что, наверное, не видно, возможно, ее даже и нет. То есть, можешь сейчас рассказать вашу версию, что происходит с союзом журналистов? Нужен он, не нужен он? Ну, союз журналистов, безусловно, нужен, как любое профессиональное объединение. Другая история, что это абсолютно добровольная организация и право каждого вступать в нее, не вступать, состоять, не состоять. Быть ассоциированным, условно говоря, участником этой работы. Либо просто наблюдателем-критиком. Я полностью принимаю упреки своих многоуважаемых коллег, которые говорят, что в том числе после моего перехода на чиновничью должность, жизнь своих журналистов, ну, так скажем, замерла. Такая некая литургия. Мы абсолютно не афишируем ту работу благотворительную, в том числе, которую постоянно проводим. Слушайте, я не отчитываться сейчас буду. Я буду просто рассказывать о том, что мы этим занимаемся и будем заниматься. Другая история, что из публичного пространства союз журналистов как будто бы ушел. И это связано, в частности, с тем, что в силу определенных причин, субъективного свойства, мы были лишены помещения в доме печати, который, собственно говоря, ваш покорный слуга при поддержке своих союзников и создавал в свое время. Я сейчас уточню для наших зрителей, тех, кто не знает. Когда была основана телерадиовещательная компания «Губерния 33», ей отошло вот это здание в Воронцовском переулке. Я вам скажу откровенно. И вам места не хватило просто. Да не в том, что не хватило места. Дело в том, что когда я возглавлял эту компанию в свое время, я, естественно, не задумывался абсолютно над тем, где будет размещаться журналист, потому что он размещался по факту именно там. И когда мы подступались к федеральному конкурсу, и потом его выиграли на эфирную чистоту для целей телевизионного вещания... То есть, «Губерния» задумывалась еще во время «Винограда». Ну, конечно. Нет, просто телевизионное вещание. Ну, подадим название. О брендах даже не говорили тогда, как она будет называться. «Губерния» или «На всю губернию». Это уже совершенно не принципиально. Это вторая история. Так вот. Я специально свой начальственный кабинет, который ранее... Это же был Домрадио, в котором я еще когда-то работал со всем молодым человеком, младше вас существенно. Там находилась студия аппаратная, а пресс-центр союза журналистов это было не что иное, как вообще студийный павильон, который был и изготовлен изначально по лекалам радиоработы. И я точно знал, когда состоится телекомпания, я моментально освобожу этот кабинет, потому что там должна быть аппаратная. А в пресс-центре там будет студия. Одна из лучших, кстати говоря, студий в Владимирской области, это уж точно. Потому что ее проектировать еще в советское время, именно в этих целях. После того, как я принял решение поменять место своей службы, к сожалению, тут же, видимо, обиженные моим решением люди попытались лишить своих журналистов тех помещений, которые были на первом этаже. Ладно, пусть останется на их совести, я это совершенно не обсуждаю. Но нашим уважаемым коллегам, я сейчас скажу и вам, прежде всего, Дим, что в самое ближайшее время Союз журналистов будет восстановлен в своих имущественных правах. Потому что Союз без собственного угла, без пресс-центра, без нормальной возможности разместить архив и, в конце концов, проводить встречи тех же самых ветеранов или там школу молодых журналистов, ну, это просто несостоятельная организация. Вот, я думаю, мы скоро эти вопросы решим и Союз журналистов заговорит именно тем голосом, к которому многие привыкли. Хорошо, я тогда, наверное, последний уточняющий вопрос. Арсен Ильич, получается, что Союз журналистов в Владимирской области не защищал журналистов в Владимирской области от нападок, например, в том числе, там, неких чиновников или там условного губернатора, да, который позволял себе это уступление только потому, что у них не было помещения. Я вам уже сказал, да, о том, что это правда. Я сам, кстати говоря, затронул эту тему. Мне были крайне неприятны вот такого рода высказывания. Считаю, что трусы и мрази. Высказывания, кстати, которые просто, на мой взгляд, публичная политика допускать не может по определению. И когда из уст этих прекрасных дам вот вылетали подобного рода реплики, вот я, конечно, впадал в состояние глубокой задумчивости и разговаривал. С Орловой я не разговаривал, я был совершенно честен перед вами. С Светой Шляховой я разговаривал, и ее объяснение я вам уже привел чуть выше. Я понял. Спасибо, дорогие зрители, что посмотрели. С нами был Александр Арнольдович Корпилович. Спасибо вам. Я не знаю, что... Я не знаю, вы режете, не режете, ну что-нибудь. Режьте, что хотите. У вас резать нельзя. Чай, чай, чай великолепный. Я буду приезжать на улице Ильича 4. Нет, я же отчаяю, вот он, чай. Вот, и я буду пить у вас чай. Если пригласить, конечно. Конечно, обязательно пригласим. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.